9.37, время московское, у микрофона Игорь Рябов, Сергей Воробьев. Здесь это настоящее московское утро, и у нас в гостях музыкант, автор-исполнитель Надежда Новосадович. Привет! Привет! Слушай, ну, краткую биографию, буквально выдержки, для тех, кто вдруг не в курсе, вдруг не понял, кто у нас в гостях. Сценарист, режиссер-постановщик шоу, журналистка-радиоведущая, исполнительница авторской музыки, композитор и поэт, лауреат премии, ничего себе краткое, премии «Песня года», ну и там много-много-много других заслуг. В том числе сотрудничаешь с многими звездами отечественной эстрады, вот тут указано, что ты автор песен и для Лаймы Вайкули, и для Успенской, и для Лазарева, ты с ним дружишь, и для Перцахалавы. Как так вообще? Ты им прям непосредственно приносишь готовые композиции, что ли? Никаким образом не хочу как-то умолить их достоинства. Обычно они ко мне приходят и говорят «Дай». Ага. И я человек щедрый. А ты даешь, то есть сочиняешь текст и накладываешь это как-то на гитару, или уже более конкретную композицию представляешь? Это сложно сказать, что приходит первым. Обычно, если приходит некое музыкальное полотно, оно приходит полностью собранным уже. То есть возможны варианты, когда появляется некая музыкальная фраза. Возможный вариант, что появляется сначала лирическая фраза, то есть некое поэтическое изыскание. Ты для самой себя как больше позиционируешь себя? Как все-таки автор для других или автор для себя? Ты самостоятельная единица или это поддержка? Ну, в принципе, ближе к 40 уже становишься самостоятельным. Это нормальный взгляд для возраста. Это первое. Второе, что я могу сказать. Во-первых, я себя вообще не позиционирую. Я это я. И заниматься, как сказать, поворотом меня левее, правее, чуть под другим углом. Как меня позиционируют? Я не знаю, как себя позиционировать. Я пишу то, что мне дает небо. Мне посылают, я это публикую. Так называется твой проект именно? Нарсадович и бэнд? Да, ну просто, как сказать, мы не назывались группа тюбики или пластилиновые ролики. Какая разница? Есть автор, который пишет музыку. Есть музыканты, которые разделяют со мной мои взгляды на это. И поэтому есть Нарсадович как автор. И есть бэнд. Это музыканты высококлассные, которые со мной работают. Ну, перед тем, как мы послушаем одну из песен твоих, я зашел на твой сайт, и еще вчера, и меня это в первую очередь заинтересовало, что означает сей герб. Тут два пегаса, что ли, да? Не хочу расстраиваться, пегас вообще был в истории один. Написи непонятные. Но для тех, кто разбирается в геральтике, и тем более для тех, кто хотя бы немного знаком с мифологией, у пегаса была жена, супруга, а потом у них была еще и дочь. Так вот, у меня на гербе именно дамы. Ежели приглядеться, так сказать, к нижней части лошадей, сложно обнаружить что-то, так сказать... Мужское. ...говорящее о гендерной принадлежности. А, ну, они на каблуках видно сразу. Да, по всему это дамы, да. Они такие экстравагантные, милые. Так, а почему, при чем тут все-таки... Почему герб? Или почему... Почему герб? Почему эти животные выбраны? Почему у правого животного... Ребят, если вдруг кто не понимает, о чем мы говорим, на васадович.ру заходите. Почему у правого пегаса созвездие конкретно внутри прорисовано? Долго рассказывать. В принципе, повторяю, есть определенная символика, соблюдаемая мастерами геральтического искусства. Чего себе, какой серьезный подход. Да, на самом деле, это очень большой подарок, который мне преподнес более чем уважаемый дизайнер, не то что на территории России, а на уровне Европы, Дэн Башев. Когда-то он делал для меня идентику. И помимо фирменных значков, которые были разработаны для, так сказать, применения их как инфографики, спустя некоторое время он неким образом, скажем так, потрясенный общением со мной, в добром, так сказать, понимании этого слова, спустя некоторое время он преподнес мне такой дорогой подарок, в буквальном смысле, потому что иметь, собственно, герб – это дорого. Слушай, у меня был такой, вроде, как безвинный вопрос, а вон как все. Со мной надо быть аккуратней. Оказалось, да. А сейчас послушаем, что именно. Ну, пожалуй, «Оставь себе». Это заходная песня, главная песня на относительно недавно вышедшем альбоме. Он вышел в марте, по-моему, 18-го, да. Ох, это основная заходная песня, которая, в принципе, пользуется большим успехом у людей, знающих и музыку, и поэзию. Итак, Новосадович и Бент оставь себе в «Намасутре» на 92FM. Поехали. Новосадович Откровенная весна шумит кругом Но тиха обитель сна, твой старый дом Занавесила окно твою печаль Все, чем ты жила, давно не жаль Клетки пледа твоего, силки для птиц И не значит ничего, твой в сумах ресниц Шепчет что-то неприличное листва Но у губ твоих, как прежде, привклюсь за одиночество Наставь себе чуть-чуть греха Усни на чьих-нибудь руках Наставь себе чуть-чуть любви Открой свой дом И позови меня Новосадович и бэнд «Оставь себе» Вот такая лирическая композиция Ты, кстати, Надежда, ты автомобилист, нет? О, еще как! Это отлично! Тогда тебе наверняка тоже будет полезно узнать О трех самых крупных пробках в столице на данный момент Значит, Калужское шоссе от поворота Напеина До поселка Газопровод Семь с лишним километров пробка МКАД внутренний Не очень едет от Востряковского проезда До въезда в Бутово Рязанский проспект от Поперника До моста Московской кольцевой железной дороги И Волгоградский проспект По-прежнему там пять километров в час Средняя скорость На участке от улицы Академика Скрябина До Любилинской С пробками разобрались Надежда, мне вот интересно Мне примерно представляется Как люди становятся вот теме из телевизора А как люди пролезают в закулисе Когда участвуют в подготовке В написании песен То есть практически вот такими серыми кардиналами Они становятся, которые дергают за ниточки Именно их песни и мелодии поют звезды Именно их песни звучат в кино То есть мне сейчас нужно выдать некую схему Пролезание цитирует предыдущего оратора Хотя бы калиточку 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 Ну чтобы было понятно Я человек не с улицы Мои родители оба музыканты Два уважаемых человека На российской эстраде Почему мне не нужно было использовать свое слово Корячиться за кулисами Потому что меня там родили И мне не пришлось искать ни калиточек Ничего иного Но я знаю, что люди, которые делают нечто любопытное Обычно имеют доступ к голосам То есть к исполнителям, как вы понимаете Режиссеры, которые талантливо видят картинку И разбираются немного в сценографии Безусловно, они востребованы Потому что, к огромному сожалению, мы сейчас наблюдаем Некое падение с точки зрения профессионализма Потому что для того, чтобы теперь быть популярным артистом Вовсе не обязательно иметь образование Имеющее отношение к сцене А у тебя есть музыкальное образование? Вот, кстати, забавная история Музыкального образования корочки у меня нет Корочки у меня две другие Они связаны со сценой, безусловно Но музыкального конкретного образования у меня нет Родители этого не хотели То есть по классу баяна не занималась? По классу баяна... Нет, у меня был, кстати, период Когда мне приходилось Был момент, когда я занималась на дирижерском хоровом отделении И один из основных инструментов был баян Слушай, а как ты считаешь вот этот тезис Про то, что музыкальная школа как раз-таки отбивает у детей Желание заниматься впоследствии музыкой? Вот если бы ты, например, закончила Может, ты бы и не занималась дальше? Нет, у меня была попытка На самом деле была история Когда родители сказали Ну, если ты хочешь музыки, так окай Иди же! Бог с ним! Меня хватило на один урок Потому что когда была интеллигентнейшая дама С очень красивыми тонкими руками Она сказала, значит, детенька, спинку втягивай Значит, вот подбородочек, судорученько Я думаю, господи, я сейчас чувствую себя Плечом к цыплёку замороженным Думаю, какая музыка! Ну, на самом деле, тогда был очень нежный возраст В принципе, с фортепиано у меня не сложилось Родители изначально были против Потому что тяга у меня была к ударным инструментам И отец, добрая ему память, он говорил мне Я понимаю, хорошо, тебе 18 ты за ударным И тебе 25 ты за ударным Может быть, 35 Если классно сохранишься, хорошо 42 Надя, ну, 60 ты за ударным И я говорю Потом появился другой инструмент Слушай, у меня похожая история Я, кстати, тоже на ударных играю И вот пришёл один раз к профессиональному преподавателю Он меня тоже вот так, как ты рассказываешь, посадил Руки, значит, вот так 90 градусов должны между палочками быть угол И стучи упражнение Я говорю, а как тарелки же Дум, дышь, не-не-не-не Первые два года ты будешь просто отстукивать вот такой вот Ну, я тоже пару раз ходил, и всё Смотри, исполняется твой какой-то хит, да? Например, написанный тобой А ты знаешь, как часто бывает Режиссёр снимет фильм Вся слава достается актёрам Все говорят, ох, какой молодец актёр А режиссёру ничего его дожди По имени не знают Не бывает такой ревности, что вот тебя немножечко неудел оставили? Я не могу сказать, что это ревность Я скажу, что меня больше беспокоит На самом деле, в большей степени меня беспокоит Уровень культуры тех людей Которые внемлют или не внемлют тому, что я делаю Вопрос того, кому достаются лавры Есть публичные люди, есть люди не публичные Вот я человек, скорее, второго лагеря А ты можешь написать песню на заказ? Вот я к тебе приду и говорю Мне нужно для 17-летней блондинки Песню про Вадимку-Вадимку Вот что это такое? Ну, я могу сказать, что мы все люди Все мы человеки Жить хочется И недалее, как буквально пару месяцев назад Мне вдруг подумалось Что люди, которые сокрушаются Глядя на мои заслуги Вот какие-то там эти звания Говорят, ну, Садович, почему у тебя до сих пор нет квартиры? У меня нет квартиры, у меня нет недвижимости в Москве У меня есть автомобиль, мне этого пока достаточно А это даже лучше В принципе, я понимаю, что ответ очевиден И он таится именно в блондинках и Вадимках Я не пишу подобное Не пишешь? Нет, не пишу Хотя, быть может, когда-нибудь судьба поведет себя некорректно И поставит меня в неудобную позу Мне придется это делать Но я не могу сказать, что я настолько заносчивый и гордливый человек Что не опущусь до этого уровня Вопрос не в этом Просто кому-то дано написать блондинку-Вадимка А в этом-то, собственно, не был вопрос Ты просто можешь или нет? Блондинка-Вадимка, нет, не могу Музыку на заказ я пишу Не можешь сиди без квартиры, получается Ну, да, я пока сижу без квартиры Слушай, а как все у тебя получилось с Гуру Грув Фаундейшн? Я как-то не то чтобы с удивлением Но обнаружил твою фамилию рядом с этим прекрасным названием А что удивляет больше? Моя фамилия рядом или их название рядом с моей фамилией? Мне просто любопытно Так бывает, ребят Бывает, что люди разных жанров, разных направлений Неким образом объединяются во имя чего-то Мы объединились исключительно во имя музыки Потому что когда мы встретились с ребятами Это произошло два года назад Я пережила очень редкое для себя ощущение Практически полного, тотального, бескомпромиссного катарсиса С точки зрения музыкального восприятия своего И эстетического, опять же Поэтому меня абсолютно ни в коем случае не коробит то, что Коробит очень многие, глядя на меня Потому что я самостоятельный музыкант Занимаюсь продвижением других артистов Я просто считаю, что Гуру Грув это уникальный коллектив Для российских просмотров Да, они крутые А что значит исполнительный продюсер Гуру Грув Фаундейшн? Чем занимается исполнить продюсер? Что в его обязанности? Мне не очень нравится слово продюсер Я все время говорю в рамках Гуру Грув, что я завхоз На самом деле я директор группы Гуру Грув Фаундейшн Исполнительный продюсинг это то, что включает в себя Помощь пиар компаний, группы Организация съемок Ну то есть ты, условно, тот человек в очках и в чемоданчике Который за кулисами решает все вопросы Да, и который собирает огромные баблищи после их выступления Это я, да Для них баблищи судя по силу Потом пилит Ну конечно Не, на самом деле все гораздо скромнеет, я шучу Ждем Гуру Грув Приглашайте Слушай, сейчас такое предложение Не знаю, что у нас получится Поиграем в импровизации Я тебе буду, ну мы с Сергеем будем давать тебе некоторые ситуации Мне просто любопытно Вот здесь всегда так по утрам такие игрищи Да О, да Два мальчика и я Что тут было с Дворецким Москва позабавится Когда мы в Атоматон играли Так вот, даю тебе какую-то ситуацию Мне нужно Либо песню какую-то известную просто напеть Которая тебе в голову пришла Не обязательно она конкретно совпадает с данной историей Просто вот Много слов, давайте играть Я человек азартный Давай Давай, давай так А где, где все, собственно, было Серега А, у него там споргалка Давайте играть Ну так, ну так Проверка на вшусь Ну-ну Надежда, ты стоишь в пробке и опаздываешь на концерт Какая будет музыка? Что ты напоешь сама себе под нос? Зависит от... Сложно предположить, на самом деле Хорошо, два часа, мкат, жара, пить нечего, сигареты кончились На мурлыкать, что ли? Ой, уже К слову Не курю два года После 24 лет курения Не курю два года Всем желаю Напою да все, что угодно может быть Полюбите пианисты Быстро-быстро Очень быстро Очень быстро Это почти мантра Чтобы все разъехались Ты плывешь на белоснежной яхте Вроде все классно Закат, но тебя укачивает Да, это честно Это прямо Из моей жизни Меня на яхтах укачивает Что ты будешь петь? Сложно сказать Но, возможно, Юрия Антонова море-море 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 Выиграла в лотерее миллион долларов Ой, юморист Ну, скажу сразу, отдам У меня есть мечта, и поэтому Я за тебя отдам А, я за тебя все отдам Я за тебя отдам Ну да, это помощь другу Потому что он торчит кому-то по долгам Друг всегда с тобой Возможно, да Ну и последняя ситуация Спой, пожалуйста, сразу На ногу тебе упал кирпич Больно мне, больно Надежда Новосадович Новосудрия на 92FM Музыкант, композитор, автор, исполнитель и поэт Что тебе больше сейчас всего не нравится И что больше всего нравится в отечественном бизнесе Связанном с музыкой Оно-но-но-но-но-но-но-но Не путайте, ребята Бизнеса связанного с музыкой в России нет Нет, бизнес ему зло Это абсолютно разное понимание Вас интересует все-таки Что мне не нравится в музыкальном контенте Или что мне не нравится в бизнесе Что тебе не нравится в этой сфере вообще Вот просто Мне не нравится Равно как и во всех остальных сферах Мне не нравится Быдло А его много, к огромному сожалению В шоу-бизнесе Несмотря на то, что шоу-бизнес Это вроде бы часть культуры Но в принципе Быдло там много И мне не нравится Непрофессионализм Категорически не нравится А дальше Это уже будут частности Если объяснять Дальше это уже будут конкретные имена Почему нет? Пожалуйста Я имена могу называть Ну давай Кто на твой взгляд Быдло в современной музыкальной культуре В России Культуре, не культуре Да, вот Антикультуре Вот так Хорошая поправка Ремарочка Так, культура, не культура Вот это в большей степени правда О нынешнем состоянии Музыкального искусства в России Ежели мы не будем брать Академическую музыку И классическую музыку И джаз, кстати Джаз у нас очень не дурен Не, мы возьмем телек Мы возьмем Муз-ТВ, например Ну, Муз-ТВ Ребят, надо понимать только одно Дело в том, что существует Массовый продукт Который потребляет 9 человек из 10 Есть музыка К которой нужно быть подготовленным Потому что далеко не каждый человек Который слушает Метель Сверидова Будет слушать Шнитки Потянет И даже тот, кто слушает Шнитки Не факт, что придет и включит себе перголези Понимаете? Это вопрос отношения Кто-то любит послушать Бутмана Но, однако, концерт Чикария Он не потянет Ну, подожди Но кого-то ты все-таки называешь быдлом А кого-то нет Я повторяю Что-то пристал, человек Я имен жду конкретных А, имен конкретных На самом деле Те люди, которые стоят На Олимпе Нынешней музыкальной культуры Назвать их быдлом тяжело Потому что они же все-таки на Олимпе Да, они же там на Олимпе Надо как деликатнее С богами, аккуратнее В принципе, к огромному сожалению Второй эшелон Вот это обычно Как раз те самые блондинки Вадимки и прочие Поющие не трусы, но трусы А, есть такая группа, кстати Поющие трусы Так, все, хватит Пора закругляться И на ноте хочется закончить Все-таки хорошие Поэтому, пожалуйста, пригласите нас На свой ближайший концерт Конечно же, приглашаю вас Всячески 11 июля В день, когда я состарюсь Опять же, еще на год И у меня есть такая тенденция ежегодная Представляете, ужас Не оригинально, но приходится 11 июля Клуб 16 тонн Сбор в 20.00 В 21.00 Я начну со стриптиза И выйду на саду Е-е-е 11 июля Приходим Ну а сейчас слушаем песню Что это будет? Ну давайте Небо Небо Небо, пожалуй Пожалуй, небо Ну и что И мы с Сергеем Воробьевым Тоже будем закругляться На этой ноте Настоящее московское утро Всегда с вами С восьми до десяти На «Говорит Москва» Пока Пела О любви ты песни смела Обмануть меня хотела Да не вышло ничего Больно Поиграли и довольно Быть хотела птицы Больно Да ты канарейка и всего О любви ты песни смела